Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Ярослава и это блог о науке Кабала. Сегодня хочется поговорить о негативных ощущениях, которые преследуют человека в повседневной жизни. Столько разных мелких забот, а может быть и не мелких, может быть крупных забот, столько разных дел. И в принципе наше желание получать, получать наслаждение, оно воспринимает все эти воздействия, всю эту борьбу за существование, как негативные воздействия, потому что нам неприятно, приходится выкручиваться. Мы хотим по природе своей находиться в покое, мы хотим наслаждаться покоем. Зачем же в нашей жизни так устраивают высшие силы, а мы к этому постепенно приходим, чем дольше мы живем, тем больше мы чувствуем, что мы не контролируем ситуацию, так как нам это казалось, что будет, когда нам было 20 лет, когда нам было 25 лет, мы так вот смотрели на жизнь, что я-то себе устрою, я сделаю идеально, я сделаю в своей жизни все хорошо. Постепенно чувствуем, что ситуация выходит как бы из-под контроля, и чем дальше, тем больше. И сейчас это уже начинается проблема такая общемирового масштаба, то есть из личного ощущения это переходит в общее ощущение всего человечества. Так зачем же в нашей жизни устроены эти негативные ощущения? Для чего они нам? Может показаться так, что они препятствуют духовной работе. Когда мы начинаем заниматься наукой каббала, нам кажется, что это все какие-то побочные явления, от которых хочется избавиться, и вот тогда-то я наконец начну духовно работать. Что это такое для каббалиста? Начну раскрывать за всем высшую силу, начну раскрывать эту силу за всеми людьми, которые мне встречаются, и буду видеть, как эта высшая сила буквально облачается в этих людей, в эти явления, воздействует на меня, я в ответ тоже как-то реагирую, и так мы входим в контакт с Творцом. Убрать бы все эти негативные события, воздействия, мешающие как рой мух, который вот так вот вокруг ослика кружится, и было бы у меня все в порядке с духовной работой. Но это только на поверхностный взгляд. Только на поверхностный взгляд. Давайте разберемся, для чего эти негативные ощущения нам даны, и почему это залог успешной духовной работы, что очень важно для каббалистов. Когда мы говорим о духовных состояниях, тут очень важно сразу для себя понять одну очень-очень важную точку. любое духовное состояние, оно как бы происходит из антидуховного. Любая любовь, да, к которой стремится каббалист, любовь ко всему, да, чтобы раскрыть, что все любят его, что весь мир создан для него, да, как такое благое место, хорошее, доброе, все это строится только из обратного ощущения, из обратного ощущения. Поэтому все вот эти помехи, они приходят только для того, чтобы я раскрыл, в чем я неисправлен. То есть, если я чувствую какой-то негатив, это значит, что со мной что-то не так. Я не вхожу в этот резонанс с общим законом мироздания, который называют каббалисты творцом, да, то есть, это совокупность воздействий, которое творит мое следующее состояние. Так вот, я не вхожу в такой резонанс, чтобы почувствовать, что это добро. А это есть добро. Это важно помнить. Поэтому так важно каббалисту находиться в правильном окружении, периодически хотя бы, да, ну, хотя бы один раз в день, да, или с какой-то периодичностью, когда он теряет это ощущение, чтобы вновь вернули его хотя бы к мысли, а потом бы он добрался и до чувства для этого ощущения, что неисправлен здесь только я. Только я. И именно поэтому меня преследуют вот эти негативные ощущения. То есть, маленькое негативное ощущение, я чуть-чуть себя подкручиваю по методу каббалистов, да, и я ощущаю опять всё в совершенстве. И так движемся маленькими шагами. Мы не можем сразу так себя крутануть, да, чтобы навсегда, в общем-то, да, и больше никогда не испытывать негативных ощущений. К этому нас толкает только, ну, такая внутренняя лень. Ну, хочется уже один раз, и всё, как бы, закончить с этим. Нет, так не получится, поэтому именно и называется «Духовный путь». Я маленькими шажками, мы об этом уже говорили, да, маленькими шажками исправляю себя. И тогда мне не больно, мне не страшно, да, это всё происходит потихоньку, по чуть-чуть. Надо сказать, что вот эта мысль, что неисправлен только я, да, она, ну, как бы проскальзывает так или иначе в разных таких околодуховных течениях. Но в основном эти духовные течения используют эту мысль, как будто бы, ну, у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление, потому что методики они не дают, да, методики, как это исправить, что это, ну, как бы говорится только для того, чтобы человека, ну, обездвижить, да, что, ну, я сам виноват во всём. Всё, и вот он сидит вот такой вот, да, и грызёт себя. Ну, а что он может сделать? Потому что ему эта мысль как бы преподносится, да, что всё происходит так, потому что что-то не так с тобой. А метода исправиться нет, да, то есть методики не даётся. То есть это якобы и есть методика. Думать всё время, что я неисправлена. Это не метод. Вас не должно это обездвиживать, вас не должно это обесточивать. Вас должно это, ну, нас, да, я себе в том числе говорю, потому что каждый это проходит постоянно, да, это непрерывный процесс. Это должно вдохновить на то, чтобы взять ответственность за свою жизнь. Взять ответственность. Не искать, почему я вот такой вот неисправленный, для того, чтобы я вот сел, вздохнул. Ну, да, видимо, вот участь моя такая, ну, буду страдать. Эти страдания, они абсолютно не дадут духовного развития. Не дадут. То есть не цель страдания. Цель, чтобы это страдание меня подтолкнули. Подтолкнули меня куда? К поиску того состояния, в котором я почувствую, что я исправляюсь, да, и из этого я раскрою следующую ступеньку исправленного видения мира, где я увижу, что всё в совершенстве. То есть это активное действие. Вот к чему должно меня подтолкнуть ощущение вот таких маленьких каждодневных страданий жизненных. И тут есть ещё один такой очень интересный момент, то, что как бы взять ответственность за свою жизнь в нашем понимании, ну, таком, не знаю, как бы бытовом, да, как будто бы намекает на то, что я должен сейчас стать героем, таким одиночкой, который берёт ответственность, и всё, он ни на что не обращает внимания, он как бы в домике, вот такой вот он движется теперь к исправлению. Но тоже это большая ошибка, которая толкает нас наше эго, да, то есть я неисправлен, и вот я сейчас исправлюсь, и я буду герой. Но тут момент такой, что я никогда не буду героем. Я как был эгоистом, так я и остаюсь. Мне только лишь нужно теперь добавить силу высшего, силу отдачи. А для этого мне нужно её у него попросить. И вот этот поиск того, как я обращаюсь к Творцу, и делаю я это по методу каббалистов, тоже как бы не героически самостоятельно, а через окружение. То есть это окружение, оно спасает меня от вхождения в духовный мир, потому что это полностью мне противоположное состояние по свойствам. И когда я в него, если бы, допустим, гипотетически я в него бы попал, вот так как есть эгоист, я бы чувствовал большие страдания из-за противоположности по свойствам. В принципе, мир сейчас, он приближается к духовному миру. Уже по плану творения заканчивается период, когда мы исправляемся. И может это быть очень злым путём, если мы это делаем не через окружение. Ведь вот разъединение, которое сейчас происходит в мире, вот эта обособленность каждой личности, вот это отвергание того, что я часть целого, я часть, только маленькая часть, и я этим рад, этим доволен, потому что я часть общности. Общность для меня важнее, чем моё индивидуальное вот такое гордыня моё. Я индивидуалист, я победю сам себя сейчас, да, в какой-то духовной работе. Нет. Только вот через это окружение, через принятие той мысли, что у нас общая работа, она коллективная, она общемировая как бы, да, происходит. Только так я могу избежать негативного ощущения и действительно войти в истинно духовный мир, а не так, как он мне сейчас эгоисту, представляется, что я прорываюсь куда-то, там на меня возлагают лавровый венок, да, вешают медали, говорят, какой ты молодец. Это не совсем так. Ну, об этом можно много говорить, об этом можно много размышлять. Вот такая сегодня информация для вас. Подумать, написать, что вы об этом думаете. Может быть, вы так вот отметили для себя, когда стали заниматься духовной работой, что ощущение изменилось, потому что я вот помню себя очень такой «героиней», в кавычках, да, которая хотела вот сейчас вот всё исправиться, всё это сама, да, ещё всем показать на самом деле, как вообще это делать. А сейчас это ощущение изменилось на очень-очень противоположное. И давайте поделимся, если есть чем в комментариях. Я вас обнимаю. Хорошей недели вам. Удачи во всём. Здоровья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!